Будут выплачивать каждые пять лет по 20 тысяч рублей каждому супругу при условии, что люди находятся в браке более 20 лет. С одной стороны, интересно, с другой стороны, вызывает эмоции и добрые, и непонятные. Обществу, государству, правительству важны, крепкие, благополучные и счастливые, обязательно счастливые семьи. И главная миссия — это возвысить их социальный статус. Таким образом, и популяризировать семейный образ жизни. Какая, на ваш взгляд, самая частая причина разводов? Измена 16%, алкоголизм, зависимость 19%, неустойчивое материальное положение 44% и несовместимость характера 19%. Ну, то есть, наши зрители голосуют рублем. Выплаты супружеским парам за продолжительность брака. Тема сегодняшней программы — это главные новости. Меня зовут Тимофей Вагнер. Здравствуйте. Депутаты Государственной Думы разрабатывают вот такой вот законопроект. То есть, будут выплачивать каждые пять лет по 20 тысяч рублей каждому супругу при условии, что люди находятся в браке более 20 лет. С одной стороны, интересно, с другой стороны, вызывает эмоции и добрые, и непонятные. В общем, сегодня про этот законопроект мы поговорим с нашей гостьей. У нас в гостях директор Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, доктор социологических наук Чулпан Ильдархановый. Здравствуйте, Чулпан. Здравствуйте. Открою тайну, перед программой мы поговорили, даже где-то немножко поспорили, но тема действительно интересная. Поэтому я приглашаю всех вас присоединиться к нашей беседе и высказать свое мнение на тему этого законопроекта. Потому что в любом случае это народные депутаты, а значит народ надо услышать. Друзья, звоните 511-99-66, 8800-532-55. Это наши телефоны, телефоны прямого эфира. Спрашивайте, комментируйте, в общем, принимайте активное участие в нашей программе. Кроме того, в нашей группе ВКонтакте мы спрашиваем вас. Ну, тут вопрос действительно серьезный. Какая, на ваш взгляд, самая частая причина разводов в России? Ну, и там несколько вариантов. Деньги, зависимости, измены, не сошлись характерами и так далее. Вот, пожалуйста, проголосуйте. В конце программы мы посмотрим результаты, ну и, конечно, вам расскажем. А начнем мы с сюжета. Давайте его посмотрим. Зимфира и Эльфир Шейхуддинова поженились всего месяц назад. Сейчас молодожены считают свою семью очень крепкой и счастливой. Но если их пути когда-нибудь разойдутся, то никакие деньги точно не заставят их терпеть друг друга, говорят новобрачные. Блин, она такая сиджа, женщина и ждет. Так, сейчас, через 20 лет я получу определенную сумму, нужно не разводиться. Ну, блин, это бред, мне кажется, не знаю. Ну, если человек не хочет, вернее, два человека не хотят, никакие, мне кажется, деньги вообще не спасут брата. За последний год в Казани развелись больше 5000 семей. По сравнению с прошлым годом, больше семей распадаться не стало. Тем не менее, это больше трети от количества заключенных браков. К тому же, в Центре психологической помощи едва ли не ежедневно обращаются супруги на грани развода. Причины у них самые разные. Это часто, это измены. Это, к сожалению, зависимость одного из супругов. Это нестабильное, шаткое материальное положение. Вот они, три основные. По словам руководителя психологической службы, переубедить уже твердо решивших развестись супругов сложно даже профессионалам. Как правило, семьи приходят далеко не после первого конфликта. И денежная поддержка здесь бессильна. Но смысл от нее все-таки есть, считают специалисты. Существует то, что является символом поддержки государства семейной системы. И символом того, что в принципе общество не одобряет процессы распада и деструкции. И в наше тяжелое время оно все-таки, это общество, согласно на определенные выплаты. Выплаты преданности. Станет ли выплата преданности серьезным аргументом в борьбе с разводами и вообще будет ли она существовать – вопрос спорный. Есть мнение, что вся эта инициатива – лишь очередная попытка авторов законопроекта добавить в копилку своей партии политических очков на горячей теме. Может быть и так, может и действительно. Как вы относитесь к этому законопроекту? Законопроект, несомненно, важный. И он свидетельствует о том, что в Российской Федерации происходит расцвет семейно-центрической политики государства. В условиях демографического кризиса и неустойчивости института семьи. И на семью фактически возлагается роль основы нации. И депутаты Государственной Думы предлагают введение новых мер поддержки семьи и транслируют в общество главный посыл. Обществу, государству, правительству важны, крепкие, благополучные и счастливые, обязательно счастливые семьи. И главная миссия – это возвысить их социальный статус таким образом и популяризировать семейный образ жизни. Но возникает вопрос, а способствует ли, какая будет отдача от вот этих выплат? А действительно ли наши молодые семьи будут стремиться к этому ориентиру прожить 50 лет вместе? 65-70? Вообще начнем с того, что у нас средний возраст брака сильно вырос. И если у нас в среднем вступает в брак в 30 лет, то только к 80 годам ты дойдешь до вот этой золотой, потом бриллиантовой и коронной свадьбы. И перспективы-то таковы, что вот это поколение уходящее, к примеру, те, кто был рожден в 1970-х годах, их модель семейно-брачного поведения, она, конечно, отличается и не будет воспроизводиться, к сожалению, у современной молодежи. Почему? Они были ориентированы на то, чтобы, во-первых, как минимум до того момента, когда их ребенок создаст собственную семью, поддерживать семейный очаг. Даже если есть непонимание, даже если в каком-то небольшом проценте семей есть насилие эмоциональное, психологическое или даже физическое, общество осуждало неполные семьи. И это результировало в том, что все-таки у нас была более продолжительная семейная история у каждого. Но современная реальность такова, что вступив уже в возраст 50 лет, вот это те как раз, кто в 70-е был рожден, когда их дети встали на ноги, то если там все-таки было все сложно и с характером взаимоотношений с партнером, эти семьи, они потом принимают решение все-таки расторгнуть свои отношения. А есть вот эти шкалы какие-то, да, там, падения? Ну, я помню, в 90-е была демографическая яма, и как раз тогда количество разводов было катастрофическое. Но это экономическая ситуация. А сейчас у нас как с этим дело обстоит? У нас как минимум в республике Татарстан и в Приволжском федеральном округе ситуация с разводом более благоприятная, чем по Российской Федерации в целом. Более того, у нас, если мы посмотрим на результаты всероссийской переписи населения самой последней и десятилетней давности, то увидим, что разводов количество от доли населения не увеличилось. А вот доля браков возросла, несмотря на то, что у нас, как мы говорим, кризис института семьи. Желание людей встретить подходящего для жизни человека, быть с ним материально совместивым в том числе, и радоваться тому, что эта жизненная линия в дальнейшем, она в твоих детях видна, вот эта ориентация, она есть. Но мы должны помочь молодым людям, поскольку все говорят о том, что семья крепкая, сильная, благополучная, и не каждый ее в своей родительской семье наблюдает. А не приведет ли это к тому, что действительно мы видели и в 70-е годы? То есть, ну все бывает в этой жизни. Но мы сейчас возводим в культ семью папа, мама, двое детей, все, мама в фартуке, готовит, папа приходит с работы. То есть, вот эта классическая картинка, и человек, который, ну по каким-то обстоятельствам, ребенок, попадает в другую семью. Ну там сложилось, что у него просто мама, которая пашет с утра до ночи. Какое отношение в школе среди сверстников будет к нему? А, ты не из такой... Вот будет, не наложится ли это? Как мыслить? У нас есть семьи с двумя членами семьи традиционно. Там, кстати, хорошая новость для такого позитивного флера. У нас количество детей, рожденных вне брака за 20 лет, снизилось на 60%. Это о чем говорит? Об ответственности людей. Совершенно верно, с одной стороны, да. И о том, что женщина больше не готова самостоятельно воспитывать ребенка. И разделяет эту ответственность с мужчиной. Правильно. И у нас, к сожалению, именно решение мужчины, иметь ребенка или нет, влияет на то, будет один, двое или больше детей в семье. То есть это не только желание женщины. Ведь часто репродуктивные вот эти возможности, они исключительно в таком женском контексте рассматривают. Давайте к законопроекту вернемся, потому что, мне кажется, самую, ну не знаю, улыбку и несерьезность этого законопроекта показывает именно эта цифра. Каждые пять лет 20 тысяч. Ну, как будто просто с потолка взяли. Неужели нельзя провести какое-то исследование? И будет ли оно, как вы тоже думаете, провести исследование, взять эти пары, которые прожили больше 20 лет вместе, и просто у них спросить, а что бы вы хотели на 20-летие совместной жизни? Ну вот, я уверен, что вот я, да, мы с женой 20 лет вместе, в августе будет. И если бы нам подарили какую-то путевку, не знаю, если есть люди, которым нужно еще что-то, ну, для семьи, потому что в этот момент, когда ты 20 лет вместе, ну не столько это, сколько что-то такое для семьи. Неужели вы об этом не думали? Как вы мыслите? Совершенно верно. Ведь основа крепкости семьи не деньги, а радость того, что по-прежнему тот, кого ты полюбил однажды, он уже 20-30 лет с тобой. И, конечно, вы сами лучше знаете, как вам отметить этот чудесный праздник. Тем не менее, это унифицированная мера, которая снимает ряд вопросов по тому, как угодить каждой семье, которая все-таки свои вот эти семейные достижения достойно показать всему обществу. И у нас в Республике Татарстан проводится торжественный прием лучших семей в Кремлевском дворце при участии Рустама Нургалевича Мениханова. Более того, в 2022 году органами ЗАГС проведено почти 2700 чествований пар юбиляров семейной жизни. И вот из них около 1700 – это те, кто прожили вместе 50 лет золотая свадьба. 320 пар – меньше. Это 60 лет супружества. И одна пара – 75 лет совместной семейной жизни. Это только те, кто изъявил желание свои семейно-брачные достижения показать обществу. То есть их намного больше. И надо заметить, это элита института семьи в Республике Татарстан. На них надо равняться. И среди них абсолютное большинство – это многодетные семьи. И, конечно же, не ради никаких выплат супруги прошли достойно этот жизненный путь. Я полностью согласен, что это действительно и стоит ориентироваться, и стоит на них смотреть. И, ладно, чествовать – это все хорошо. И кого-то, может быть, интересует. А в Татарстане есть какие-то подобные выплаты, как Госдума предлагает? Возможно. В Казани, да, есть такая возможность. Супружеские пары, которые отметили золотую свадьбу, получают 6 тысяч рублей. А 10 тысяч рублей, если его прожили 60 лет вместе. И 25 тысяч рублей на 70-летний юбилей супружеской жизни. Это прекрасно. Но не кажется ли, что поддерживать, если мы говорим про институт брака, семьи, то поддерживать нужно тех ребят, которые вот только вступили? Потому что они только начинают общение свое, они только начинают шаги это по семейной. И как раз самые сложности, я уж со своего опыта могу сказать, что поддерживать надо. И, ладно, выплаты. Хорошо, я понимаю, финансировать это. Но каким-то образом показывать, доказывать, рассказывать вот в первые годы надо. В первые годы надо подталкивать молодежь, чтобы они оставались вместе, чтобы не было ни развода, чтобы пошла демография, чтобы дети и все остальное. Вот в эту сторону. Не думали, товарищи депутаты, смотрите? Но у нас ведь есть уже достаточно большой пакет мер поддержки. Конечно, они ориентированы на то, чтобы стимулировать деторождение в этих семьях. Но ведь это главная миссия семьи, рождение детей. 100% продолжение. И у нас и материнский капитал, какое трансформацию с начала своего действия реализовал. Если сначала это было исключительно на рождение второго ребенка, то теперь у нас сместилось. Пожалуйста, рожайте первых, вторых, третьих. Это прекрасно, это прекрасно. А вообще, происходит ли какое-то изменение семейных ценностей? Вот, градация есть какая-то? Те образцы семейной жизни, которые приходят к нам с Запада, не все из них плохие. Но, тем не менее, в них есть такие эгоцентричные некоторые тенденции. И зачастую супруги думают не о семейном благополучии, а о личном благополучии, будучи в семье. Это вообще природе семьи противоречит совершенно. Ведь ресурсы у семьи общие, распределять их нужно равномерно. Так, а вот у нас? У нас что-то поменялось по отношению. Я понимаю, что государство делает все. Но вообще, вот мы с вами затронули 70-е годы. А вообще идет вот что-то, например, в 2000-х годах одно, в 2010-м другое. Вот сейчас, куда мы стремимся? Конечно, все зависит от политики государства. И если мы вернемся в советские времена, то там были вполне себе равноправные муж и жена, которые вкладывались в трудовые обязанности вместе. Мы не говорим про домашние обязанности. Все-таки у нас не сложилось в российском обществе, чтобы и мужчина, и женщина вместе занимались бытом и воспитанием детей. Так вот, на данном этапе у нас традиционные ценности, они подразумевают все-таки роль мужчины, его главенствующую вот эту функцию в поддержании того, что и климат психологический в семье должен быть стабильным. Он, конечно, сопряжен с уровнем дохода, но у нас ведь и проблемы безработицы все-таки уже нивелируются. Рынок труда представляет, пожалуйста, по любой специальности фактически. И, а с другой стороны, так много времени проводят наше население на работе, то потом, конечно, нет ресурса вложиться в благополучное общение друг с другом, узнать вообще, что дальше, какие у нас планы, желания. Ребенка будем отдавать в какой-то еще кружок и пообщаться с самим ребенком. У нас какой-то единственный ресурс разгрузки дома оказался смартфон, который отдаляет друг друга, брачных партнеров, ребенка. Конечно, там множество полезной информации сопряжено в этом ресурсе коммуникации, но вот это ощущение социального одиночества, когда у тебя есть и муж, либо жена, и ребенок, и при этом ты не можешь чувствовать себя вместе, единством. Вот, вот куда надо. Вот это же не просто здравое, это хорошая, это прекрасная мысль. Почему бы, не знаю, дачу подарить людям, которые 20 лет вместе? Пусть они на это, и желательно без интернета, чтобы там связи не было. Все, в лесу. Вот вам дача, ну поехали и все, и будет все хорошо. Но давайте к законопроекту. Как вы думаете, вообще, вот в весеннем чтении, да, так я понимаю, примут, не примут? И если примут, будут ли какие-то оговорки? Потому что просто 20 лет прожить или что-то, какие-то условия? Во-первых, у нас есть приоритеты распределения бюджета, и будет просчитано с экономической точки зрения. Сколько у нас таких семей, которые прожили долго? К сожалению, их становится все меньше. Вот эта целевая группа, насколько все-таки затратна эта мера. И в том числе, конечно же, у нас подобного рода инициативы всегда сопряжены с тем, чтобы направить их на те семьи, в которых есть двое и более детей. У нас национальная идея Российской Федерации становится в том числе, что крепка Россия чем? Многодетной семьей. Отлично. Ну, многодетные семьи — это, конечно, отдельная песня. А вот что касается... Но их доля растет. Да. А что касается, наоборот, поддержки мам-одиночек? Есть у нас такие поддержки? Да, у нас есть выплаты, которые были анонсированы в послании президента Российской Федерации в 2021 году. И они в первую очередь тоже ориентированы на женщин, у которых уровень дохода не позволяет им в полной мере обеспечить всеми необходимыми ресурсами своего ребенка. И в том числе у нас большие усилия направлены на то, чтобы и взыскивать алименты с этих отцов, с этих замечательных мужчин, с которым однажды очень женщины. Ведь когда-то они любили друг друга. Что-то пошло не так. Да, вот тут надо, конечно, копаться. А как вы смотрите, коротко, если на декрет папин? Папин декрет. Мы когда проводили исследования мужчин, хотят ли они детей, то вообще мы нашли таких мужчин, которые даже сидят в декрете. Их очень мало. Но они даже отказываются давать интервью, поскольку чувствуют себя... Пока. Мне кажется, это пока. Они себя чувствуют стигматизированными. То есть какими-то белыми воронами. Ведь вот эта роль включенного отца, нового отца, которая тоже пришла к нам с Запада, с Запада не только плохое приходит. Она пока не находит поддержки. Ну, да. Итак, вначале мы спрашивали, какая, на ваш взгляд, самая частая причина разводов? Измена 16%, алкоголизм, зависимость 19%, неустойчивое материальное положение 44% и несовместимость характера 19%. Ну, то есть наши зрители голосуют рублем. Что скажете? Когда мы изучаем проблему разводов, то мужчины и женщины готовы нам анонсировать только социально приемлемые, не личностные, глубоко ранящие их сюжеты, из-за которых они расстались. Поэтому проще сказать, что квартира была маловато, и что-то зарабатывал он не очень много. На самом деле было непонимание. Разные интересы, влюбленность прошла, и выстраивание жизненных ориентиров, оно пошло в разных плоскостях. Ну, да. Вообще, конечно, каждая семья — это отдельный ребус, и его решать только двум людям. Спасибо вам большое за эту программу. Я уверен, что мы еще не раз встретимся, потому что, мне кажется, после того, как примут этот закон, стоит еще раз поговорить. Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, это были главные новости. Берегите себя и живите долго вместе.